Друзья, всем привет! В этом видео я поделюсь своими заходами из моего платного телеграм-канала с прогнозами. Как вы видите, это один экспресс и это еще один экспресс. Оба были даны в платном телеграм-канале. И проведу их реверс-анализ, то есть разберу для вас и покажу, как я пришел к тем или иным выводам. И после этого анализа еще подробно расскажу о том, почему я сделал дополнительную ставку на матч Болония Аталанта в пользу гостей и почему был уверен в том, что в этом матче Аталанта победит. Итак, давайте не будем медлить, давайте начинать. Начнем с Турецкого экспресса. Итак, Турецкий экспресс, первый матч Истанбул-Башак-Шахир-Аданадимирспорт. Давайте посмотрим турнирную таблицу Турецкой Суперлиги, чтобы понимать вообще, о каких командах идет речь. Истанбул-Башак-Шахир это третье место Турецкой Суперлиги, Аданадимирспорт четвертое. Но смотрите, что мы видим, да, вот этих матчей не было. То есть эти матчи, это вот матчи были сыграны вот сейчас. Какие были матчи перед этим, да, то есть команды располагались на тех же местах. Но последнюю игру Башак-Шахир сыграл в ничью, да. Если мы посмотрим тур, вот этот вот тур, то увидим, что Башак-Шахир сыграл в ничью с Газиан Тепом, да. И в принципе, видите, по игре тут сильно лучше не было, да, если посмотреть по статистике. То есть команды играли на равных. В то время как Аданадимирспорт, как вы видите, смотрите, Аданадимирспорт одержала победу со счетом 6-0. То есть полностью раскатила, уничтожила Истанбулспорт, да. И, ну, тут прям, ну, тут говорить ничего не нужно, лишь просто 6-0 это уничтожение полное. Да, и в этом матче, да, если мы посмотрим на коэффициенты, давайте посмотрим на коэффициенты, какие коэффициенты даны были, да. Мы видим, что Истанбул Башак-Шахир идет фаворитом, причем таким, ну, достаточно явным, да. То есть 2-0-5 против 3-50, то есть на команду, которая разгромила другую команду, пусть даже и аутсайдера со счетом 6-0, да. Но при этом она в таблице, если мы посмотрим, идет совсем рядом, да. И по очкам у них, вот, все, видите, тут буквально 4 очка разница. И то это вот после этой победы, без этой победы тут такого отрыва не было, был отрыв в одно очко, да. И давать 3-50, да, со стороны букмекера, это много. И я читал общественное мнение, что толпа в этом матче поддерживала гостей, поддерживала TotalBots, поддерживала ОЗ. Вот, но что здесь меня еще привлекло, то есть вот это уже первый был звоночек того, того, что здесь у Аданы могут быть проблемы, как минимум. Потом я посмотрел на личные встречи, как вы знаете, я всегда анализирую личные встречи, стараюсь, чтобы мои, как бы, ставки совпадали с личными встречами. Видите, вы видите, 6-0, да, и 1-1. То есть здесь, как бы, и... После этого 6-0, 6-0 всегда, знаете, такие крупные считатели, типа 6-0, 4-0, там и так далее, они всегда, вот, даже, приведу пример, недавний матч Манчестер-Сити-Челси, Манчестер-Сити выиграл 4-0 у Челси, да, и казалось бы, что все, все ставят, что Сити в прекрасной форме, Челси, даже Челси не разобрали, то Саутгемптон, да, они разнесут только так. В итоге Саутгемптом они играют, проигрывают 2-0, и я вот в этом матче брал фору плюс 2 на Манчестер-Сити. Вот, то есть, на Саутгемптон. То есть, вот, после таких крупных счетов, да, зачастую фаворит не побеждает. Можете поднаблюдать, можете посмотреть, такое наблюдение достаточно интересное. Вот, ну, даже у той же Адыны, видите, 5-0 выиграл, а потом 2-2. Да, это ворняк, но тем не менее, проследите за закономерности, что когда фаворит после крупной победы, вот такой типа 6-0, то зачастую он потом не побеждает. Но отвлеклись немного, давайте продолжать. И что меня здесь тоже привлекло по личным встречам, да, смотрите. Личные встречи, 7 матчей, на тот момент было 6, и лишь одна победа у Адыны, то есть, мы видим победу Башик Шахира, 2 победы Башик Шахира, ничью, снова 2 победы Башик Шахира, и вот, как раз, это поражение было в прошлом матче с отчетом 2-1, то есть, все матчи Башик Шахир не проиграл, за исключением последнего, и поэтому я еще больше уверился в то, что Башик Шахир не проиграет. И если посмотреть по бэдбазе, мне понравился матч этот в мат-модели, смотрите, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим то, что, вот видите, 0-3, да, вот это 0-3, это тоже, опять же, это как балансировка должна была случиться. То есть, после 0-3, да, в мат-модели, которая, в принципе, для фаворита, благоприятствует фавориту, как вы видите, здесь резко случаются, но они, видите, одиночные. И после такой крупной, да, типа 0-3, вот какую мы здесь видим, да, вот сейчас 0-3, то потом, как бы, тоже я предполагал, что, скорее всего, здесь будет отскок, потому что вряд ли дадут снова, как бы, аутсайдеру по коэффициентам, не по игре, а по коэффициентам. То есть, Галатасарай, это же не аутсайдер, то есть, просто по коэффициентам был аутсайдер, что здесь не дадут выиграть и на Галатасарайе, и на Адане. И здесь гарантирован, ну, я был в этом уверен, что здесь должны балансировать. И именно поэтому я сделал первое, в качестве первого события, в свой экспресс платного канала, это фора 1-0. Поэтому, думаю, здесь вопросов не возникает, а здесь матч, в принципе, достаточно понятный и такой, скажем так, простой. Давайте двигаться дальше. Второе событие, это матч Истанбул Спор, Гази Шахир, Гази Антеп. И сейчас я объясню, чем этот матч очень не схож, а чем он, какие точки соприкосновения у него есть с этим матчем, и чем они, какая у них общая часть. Смотрите, вот этот матч 6-0, да, который Адана выиграла. Она выиграла, как раз-таки, у Истанбул Спора. То есть, этот матч, как раз-таки, был именно вот эту команду, да, именно размазали. А в то время, как Башек Шахир сыграл как раз-таки с кем? Правильно, с Гази Антепом, который принимал Истанбул Спор. То есть, точнее, Гази Антеп выезжал к Истанбул Спора. В общем, был очный матч. То есть, они сыграли команды, и в следующем туре играют эти же команды друг с другом, просто в другой комбинации. И, опять же, здесь ситуация такая же, только немного другая. Смотрите, в каком плане здесь. Мы смотрим. Значит, Истанбул Спор. Какой форме команды подходили. То есть, опять же, Гази Антеп сыграл с нечуствой с Истанбул Спором, и для него это хорошо, потому что, как вы знаете, Гази Антеп, это, если посмотреть под турнирной таблицей, это аутсайдер, да. То есть, Гази Антеп занимает какое место? Правильно, 11-е. А все-таки, Истанбул-то команда фаворит. А Истанбул Спор, да, это аутсайдер, но он разгромно влетел. Видите, 6-0, и как бы здесь уже в Гази Антеп, в Истанбул Спор вряд ли кто-то верил. Теперь посмотрим, что нам говорило по этому матчу Бэт База. Смотрите. Если мы посмотрим Бэт Базу, то увидим... Давайте сразу матмодель откроем. Потому что я всегда больше доверяю матмоделям. И что мы видим? Мы видим, что здесь первая команда играет очень неплохо, да. Первая команда тут, в принципе, не так часто проигрывает. И как мы видим, здесь первая команда всегда часто очень забивает. То есть, мы видим часто голы от первой команды. И здесь моя ставка, я думаю, была очень логична. Это Истанбул Спор больше одного гола. Да, здесь мы словили возврат. Истанбул Спор очень долго не хотел забивать. И оформил свой гол только на 90-12 минуте. Но результаты это не меняет. И мы зафиксировали в платном канале заход по этому событию. Давайте двигаться дальше. Теперь разберем экспресс итальянский. И я расскажу, почему я сделал еще дополнительную ставку на матч Болони Атланта. Потому что эти два экспресса, вот турецкий и этот итальянский, были в платном канале. А вот еще дополнительную ставку я сделал, только взял себе. Сейчас объясню, почему. Итак, первый матч, давайте начнем с более раннего матча. Верона Криманеза. Откроем турнирную таблицу и посмотрим, что Верона, это 18-е место. На тот момент было 20-е место. До победы Криманеза занимала на тот момент 19-е место. То есть, команда 19-е, 20-е место. Но, как бы, Верона была ниже на одну позицию. Ну, по разным причинам, да, Верона находилась чуть-чуть ниже. Теперь смотрим коэффициенты. Какие были выставлены коэффициенты на этот матч. Смотрите. Верона Криманеза 2-0 против 3-7. То есть, похожая ситуация с Башхихиром. Только там играли фавориты. Здесь играют конченные аутсайдеры. Как я читал, два бомжа, два дна и так далее. Да, люди писали. Ну, и читал в интернете, что люди пишут, что играют два бомжа. Но на одного бомжа, почему-то, коэффициент слишком ниже. И забирали, как раз-таки, брали там вот это, что Криманеза, который навязал борьбу. А Криманеза, как вы знаете, навязал борьбу Ювентуса в предыдущем матче. В предыдущем туре проиграл всего лишь 0-1. И, как я читал, играл с позиции силы и так далее. Видите, только на 91-й минуте они пропустили. Или, по сути, видите, 13 ударов. И по владению примерно поровну. И, как бы, Криманеза очень достойно играл. И сегодня они играют с Вероной. И под коэффициентом 3.76. Подарок от букмекера, как бы, казалось бы. Но не все так просто. И что, опять же, здесь еще меня заинтересовало? Ну, здесь, по сути, мне больше ничего не заинтересовало. Просто дисбаланс. Жесткий дисбаланс. И, как бы, здесь, если там еще по базе тоже можно посмотреть, различными интересными методами тоже можно выйти на победу Вероны. Выходить, в принципе. Но здесь, опять же, еще частенько я видел по бутбазе проскакивала ничья. Смотрите, почему я не верил в ничью. Давайте тоже объясню. Потому что, наверняка, вы, наверное, тоже, возможно, натыкались, скажем так, на ничью. И, в принципе, и в этом матче, и, в принципе, и в этом матче. Почему я не верил в ничью? Ни в этом, ни в этом. Ну, здесь, как бы, еще даже дополнительную ставку взял. Проанализируем последний тур. Победа первой команды, победа первой команды. Потом идет 4 ничьи подряд. Потом победа второй команды, потом снова ничья. То есть, из 8 матчей, которые были сыграны, 5 закончились ничью. То есть, я думал, я был в этом уверен, что сейчас прервут этот тренд. Ну, скажем, не прервут тренд. И, вообще, отбалансируют, опять же. Не будет здесь снова ничьих. Потому что 5 из 8 это очень много. И здесь, как, в принципе, оправдалось. Победа первой команды, победа второй команды. Никакой ничьи не случилось. И, опять же, мы зафиксировали победу. Следующее событие. Болония, Аталанта. И здесь уже самое интересное, почему я выбрал этот матч для дополнительной ставки себе. Помимо экспрессов платный канал, еще и себе дополнительную ставку. Давайте посмотрим на турнирную таблицу этого матча. Этого чемпионата Аталанта подходила к матчу с 4 матчами без побед. Я вот в одном ролике тоже про Аталанту уже упоминал. Да, говорил, что на Аталанту, с одной стороны, интересно ставить с Дагоном. Про Дагоном у меня было отдельное видео в подсказках. Посмотрите обязательно. Интересное, как ставить на стратегии ставок с Дагоном на топ-команды. Но я говорил, что эта команда не подходит для этой стратегии. Но, тем не менее, я решил сделать ставку на нее с Дагоном в предыдущем матче, когда она не победила. И решил сегодня продолжить. И сделал вторую ставку, но решил не повышать. Флэд, чтобы, если Аталанта не победит, просто зафиксировать минус. Но Аталанта победила, и я минус не зафиксировал. У меня получилась победа. Ну, там по 2 матча получился 0. Но, что здесь интересно. Аталанта подходила с 4 матчами без побед. Опять же, с последней ничьей. То есть, опять же, вот это ничья, да, ничья. В то время, как Болония подходила тоже не ахтикак. Но тут решающий фактор, да, в моем выборе. Сыграло то, что, во-первых, Аталанта отвратительно играет в последних матчах. И это уже, да, о чем-то говорится, что здесь по теории вероятности уже победа Аталанта в принципе вероятна. И, во-вторых, что по бэкбазе мне очень понравилось. В такие моменты видим, что здесь редко фаворит проигрывает, да. И что еще интересно, если посмотреть вот здесь, в мат-модели, опять же, мат-модели, я доверяю больше, здесь фаворит вообще не проигрывает, за исключением двух матчей. Опять же, если как-то копать более глубоко, как когда, да, копать, Бутин откаться на ничью. Но ничью, опять же, я исключил по вот этому, по вот этой причине, да, что уже много ничьих. И по той причине, что здесь, как бы, Аталанта уже очень много игр не побеждает. И именно победа Аталанты была бы очень кстати. Но Букмекер, как бы, все-таки, наверное, склонялись. Толпа может быть в сторону Аталанта тоже, как я уже говорил, потому что Болонни не в шикарной форме, да. И Букмекер не стал давать крупную победу, а отдал победу минимальную. Вот, причем сначала гол забил даже Болонни, возможно, кто-то вообще против Аталанта поставил. Поэтому вот так получилось. И из-за того, что я, опять же, говорю, был уверен в том, что ничьи здесь не должно быть никак, и Аталанта не должна проигрывать, сделал еще дополнительную ставку, которую, опять же, не давал уже в платный канал, но на которую сам сделал ставку на этот прогноз. Вот таким получился реверс-анализ моих двух зашедших экспрессов из моего платного канала и еще моего одного дополнительной ставки на матч Болонни Аталанта. Всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, что думаете по этому ролику, как вам реверс, как вам экспрессы. И если вы не подписаны на мой Телеграм-канал, то обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Вступайте в него, там как раз-таки я публикую прогнозы по стратегии Дагон. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк. Все, все сказал. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня и отличного настроения.